Мария Сёдерберг уже не первый год посещает Беларусь. Несмотря на то, что она не пишет прозы и не сочиняет стихи, представительница скандинавского края, один из мельных организаторов и участниц в ней шведской белорусской литературы на протяжении уже 12 лет. В этот раз фотограф решила познакомить брещанца своей малой родиной, местечком Ария Плуг, которое расположилось в Лапландии. Я родилась в Ария Плуге, жила там вплоть до 18 лет. И сейчас меня очень интересует эта тема. Я планирую провести серьезные исследования о моем происхождении. Для костей встречи местечко далекой Швеции интересно тем, что напоминает белорусское полесье. Да, они разнятся по ландшафту, а Ария Плуг славится своими горами. Но та самобытность языкового наречия, самобытность духа людей, которые населяет этот шведский край, сравнима с аутентичностью, характерная для полешуков. Мы сегодня послухали вельмечательную историю про невеличкую семью людей, и которые живут на самой полночи в Швеции. Это вельми уникальный рассказ, бог с подарами Мареи. Рассказ таки захопленный, а повед про корони, ее в итоге. С Мареей я знакома уже четвертый год, и я была у нее в гостях в Стокгольме. И я ее знаю как очень замечательного, доброго, отзывчивого, гостеприимного, приветливого человека. Но сегодня я ее узнала немного в другом качестве. Я знала, что она отличный фотограф, но я не знала, что она любит пешие прогулки. И я видела очень много ее фотографий, но я не знала, что это все действительно так, как она рассказала. То есть это стало ее, можно сказать, стилем жизни. Сейчас Мария Сёдерберг работает над созданием фотокниги, которую собираются представить и в нашей стране. Также гостья пообещала в следующий раз привезти с собой в Беларусь знаменитую шведскую поп-группу. Такое тесное сотрудничество, установившееся за многие годы, говорит о том, что еще не раз в Брестской областной библиотеке имени Максима Горького состоится праздник «Беларусь с шведской литературой», и творческое сотрудничество между нашими странами будет развиваться и далее.